Еще один крупный выигрыш в лотерею. Житель Пензы, купивший всего один билет, получил 123 миллиона рублей. Ранее стало известно о первом лотерейном миллиардере, купившем билет в Москве. Он, кстати, до сих пор не объявился. Выручка лотерейного рынка каждый год растет взрывными темпами. Михаил Сафонов подробнее обо всех победителях. В России стало на 99 миллионеров больше. Рублевых, конечно. Это те, кто по итогам новогоднего тиража выиграли по миллиону рублей. Среди них, по данным компании Столото, водитель-слесарь и колодовщик. Еще появился мультимиллионер. Это житель Пензы, который купил билетик за 50 рублей и выиграл 123 миллиона. И, наконец, появился миллиардер. Житель подмосковного села Юдино Одинцовского района. Он купил билет в торговом центре. В соцсетях уже появилась фотография продавца, который якобы и реализовал счастливый билет. А вот самого сорвавшего новогодний джекпот пока не нашли. Сам он за выигрышем не пришел. И, возможно, даже не знает, что стал первым лотерейным миллиардером России. Мы позвонили нескольким жителям Юдино с населением чуть больше тысячи человек. О том, что их односельчанин выиграл огромную сумму денег, собеседники узнали от нас. А те, кто в курсе, не очень верят, говорит общественный деятель Одинцовского района Марианна Кристалинская. В празднике, наверное, люди как-то заняты своим временем. Но я думаю, что все на самом деле порадовались за человека. Ну, действительно, такой большой выигрыш, честно говоря, как-то я даже не помню, чтобы какое-то вот обозримое время назад такой был такой выигрыш. Ну, некоторые говорят, что это какой-то пиар-ход такой, что на самом деле такого выигрыша нет. Но я надеюсь, что человек объявится все равно и получит свой законный приз. Предыдущий крупный выигрыш был два года назад. Тогда джекпот достался жительнице Воронежской области – полмиллиарда рублей. В СМИ попало ее имя, и потом были сообщения, что женщину преследуют вымогатели. Если же взять нынешнюю информационную картину, то она несколько иная. Ощущение, что идет большая пиар-компания. Распространитель билетов в стол АТО все праздничные дни рассказывает что-то новое. И про то, что миллиардеру предложили пожить месяц в роскошном отеле в Дубае, в люксе для миллиардеров. И про то, что миллионерами стали жители Москвы и области. Стол АТО – частная структура. Точно так же, как крупнейшие операторы лотереи – спорт-ЛАТО и ГСЛ. Все они входят в холдинг бизнесмена Армена Саркисяна. Вообще, частные лотереи у нас запрещены еще с 2014 года. Поэтому организатор, то есть главное лицо – это государство. Примерно половина средств от продажи билетов идет в призовой фонд. О том, как распределяется остальное, рассказывает эксперт игорного бизнеса Дмитрий Слободкин. Государственная лотерея – она не государственная лотерея, как таковая, по сути. Только название государственное. Государство получает 5% сопроводных билетов, что не происходит ни в одной стране мира. Остальное идет на накладные расходы компании и прибыль. И самое главное, мы не можем понять, как тратят эти деньги компания, которая получила разрешение на проведение государственной лотереи. И вообще, стоит ли этой компании доверять государственной лотереи. И мне кажется, что государство должно получать как минимум 25%. В Великобритании 37% отчисляется на Олимпийские игры, на государственные нужды, на налоги и так далее. По данным СТОЛАТО, на развитие физкультуры и спорта перечислено больше 12 миллиардов рублей. Если взять совокупную выручку распространителя и крупнейших операторов за 4 года – это последние доступные данные системы SPARC, то все примерно сходится. Государству действительно идет около 5-7%. При этом выручка лотерейного рынка страны каждый год растет взрывными темпами на 20-30%. В прошлом году она, по прогнозам, должна была составить почти 60 миллиардов рублей. Россияне все активнее покупают билеты, несмотря на падение доходов. А вполне возможно, благодаря ему, когда денег все меньше, вера в удачу становится крепче. Особенно, когда ее подогревают сообщения о миллионных и миллиардном выигрыше. Нетрудно догадаться, о чем сейчас могут думать водители-слесари и кладовщики. Равно, как и почти все остальные россияне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok